Для российской театральной сцены имя Эльфреда Еленик редкость. Тексты Нобелевского лауреата по литературе, возмутителя буржуазного спокойствия и благополучия Европы, российские режиссеры по понятным причинам обходят стороной. Феминизм, социальная критика для российского театра темы, если и не табуированы, то точно не популярны. Исключение режиссер Илья Мощицкий, палка посох и палач, второй спектакль молодого режиссера, ведущего диалог со зрителем на сложные, неудобные темы. Очень мощный, очень мощный текст. А мы, как говорится, падки на мощные тексты. У меня с ним произошел контакт, это реакция, ну, как с людьми в любви, в дружбе, во взаимоотношениях людей. Почему эта женщина? Почему вот она стала вашей женой? Или почему этот человек, вы с ним дружите 20 лет? Почему он хороший вообще? Он классный? Да, это же все сложнее, чем, ну, вот там, понравилось, не понравилось. Это же входит в тело жизни и становится неким оптическим прибором, через который ты начинаешь рассматривать действительность. С такой оптикой я просто никогда не работал. И мне нравится заходить на территории, где я не бывал. Оптика текста «Еленик» — несвязанные между собой высказывания от имени несвязанных между собой персонажей с именами вроде «Кто-нибудь все равно кто», «Мужчина», «Женщина», «Мясник», «Другой покупатель». По сути, текст пьесы — поток событий и ситуаций, объединенных темами, актуальными для современного общества. Потребительство, агрессия, насилие, ханженство, расизм и так далее. И текст спектакля — нечто подобное. В калейдоскопе персонажей — хаос сегодняшнего дня. Это вообще просто разговор о тектонических плитах нашего существования в действительности. Как мы воспринимаем смерть, что она для нас, что такое наше прошлое, что вообще происходит с человеком, когда он сталкивается с ужасом собственной истории. Театр — это пространство, в котором эти темы, вот они туда попадают, и там начинают мутировать. Там из них складывается какое-то отдельное, непохожее или похожее пространство на нашу действительность. Потому что играть узника Освенцима, на мой взгляд, это невозможно и по физическим, и по этическим соображениям. Я понятия не имею, как это делается, не хотел бы в этом участвовать. Мне кажется, что процесс создания собственной вселенной спектакля — это вот краеугольный момент. Сложность даже изначально вообще заключается, когда ты начинаешь читать этот текст, ты просто, знаете, как первоклассник, который читает, и у него проблемы с буквами, с произношением. Тут тоже такое же, как будто возникло с самого начала. Проблема просто даже было какие-то слова, что ли, прочитать, потому что ты их даже не знаешь, просто элементарно. Ну и в понимании вообще этого текста. Нужно было с ним разбираться. Мы до сих пор с ним разбираемся, и я думаю, что, как говорит режиссер, мы еще годами вперед, пока этот спектакль будет жить, мы будем разбираться в этом тексте. Я играю лыжника. Что бы ни происходило в нашей жизни, да, все вот эти вот катаклизмы ужасные, война, смерти, мы будем закрывать на это глаза и будем радоваться победам наших спортсменов в любом вообще спорте. Вот это да, нам, как я говорил, процитирую. Нам лучше живется тогда, когда мы побеждаем. И затем мечтаем побеждать снова и снова. А что там происходит? Переключить канал, переключить канал. Во, наши победили. Ура! Текст «Палка, посох и палач» был написан Еленик под впечатлением от убийства четырех цыган, пытавшихся убрать доску с надписью «Цыгане убирайтесь в свою Индию». Сработало самодельное взрывное устройство. Спектакль Мощицкого, как взрывное устройство, разрушает привычные представления о театре. Но зрители не уходят, продолжая внимательно наблюдать за происходящим. Я просто хотел столкнуть зрителя со спектаклем. Да, вот это вот, как химическая реакция в лаборатории, да. Хотел синенькое, зелененькое, ну и что получится? Бахнет это, или наоборот, выкристаллизуется какой-то новый материал. Хороший театр, он занимается сталкиванием неизвестных элементов. Знаете, все время про современный театр и про современное искусство вообще принято говорить. Много загадок загадывает нам современное искусство. Разгадывать их или нет, решает каждый сам. А ведь критерий, честно говоря, совершенно простой. Или вам нравится, ну, другими словами, цепляет или не цепляет. Впрочем, давайте от местами спорного современного театра перейдем к событиям, которыми нас радует мир кинематографа. Это традиционный гид неспящих. Подборка фильмов, которые мы вам рекомендуем на этой неделе посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Американская комедия от режиссера «Отвязных каникул» и «Гумма» про действительно отвязного тусовщика, который когда-то покорил страну своей стихотворной лирикой, а сейчас продолжает жизнь, тратя деньги жены-миллионерши. Вот только жена умерла и в завещании наказала отдать ему свое огромное состояние только после того, как звезда пляжных вечеринок допишет поэму. И теперь герой Мэтью МакКонахи в компании «Снупдога» действительно будет пытаться найти связи с этим сложным миром. Я открою вам свой рецепт кайфа от жизни. Живи здесь и сейчас, не парься. Мрамор сопротивляется. Бунтует. Часто не поддается. Иногда содействует. Первый в истории художественно-документальный фильм о «Титане» эпохе Возрождения – Микеланджело. Легендарные росписи Сикстинской капеллы и базилики Святого Петра в Ватикане, скульптуры мастера во Флоренции и множество бессмертных шедевров, раскиданных по всему миру, можно увидеть потрясающего качества съемки. В роли рассказчика – современник Микеланджело, основоположник современного искусствознания Джорджа Вазари. Все, чего касались его божественные руки, воскресало и обретало речную жизнь. Далее в программе. Специальные гости – создатели фильма «Амбивалентность» 28 марта в кинотеатрах России режиссер Антон Бильжо и актер Данил Стеклов. Субтитры создавал DimaTorzok